81 сантиметр, официальный вес 83,8 килограмма. Профессиональный рекорд 46 боёв, 39 побед, 7 поражений. Победитель турниров Чепика 2003, 2004-2007. Чемпион России по панкратиону 2004. Чемпион Азии 2005. Победитель чемпионата профессиональному панкратиону 2005. Чемпион Европы по версии IFC 2009. Победитель международного турнира «Битва гладиаторов» 2010. Победитель рампри «Беллатор» FC 2010. И победитель международного турнира «Файт фестивал» 2011. Дамы и господа, с удовольствием представляю вам из Омска, Россия, Александр Шторм. Шлеменко! И рефери-бой Виктор Корнеев даёт заключительный инструктаж. Спасибо, господин. Победитель рампри «Беллатор» в 5 минутах. Вы профессионал. Победитель «Беллатор» 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 Коротко, ёмко и без лишних слов. Вы профессионалы, знаете, что надо делать. Вы готовы? Вы готовы в бой. Шлеменко. Боец, безусловно, во-первых, очень цепкий, очень жёсткий, очень упорный. Беллатор практически никогда, даже при самом неблагоприятном раскладе, не включает, что называется, заднюю передачу. Бьётся до последнего. Старается выигрывать ярко и эффектно. Это для бойца тоже. Хорошее, довольно качество. Делать из своего поединка шоу. Ну и достижений. Пока их Александр Загорский зачитывал, здесь, честно говоря, зритель, наверное, устал. Ждать кое-кто устал, прошу прощения. Яркая иллюстрация сейчас, прямо с самого начала, попытка провести такой удар, который называется бэкфист. Мало кто делает, а из тех, кто делает, мало кто делает правильно. И чтобы вообще его проводить против довольно такого неприятного соперника, весовая категория подразумевает довольно тяжёлые удары. 80 до 84 килограммов, так что, как оно повернётся, никто не знает. Это очень хорошая уверенность в себе. Колоссальный опыт, ну, конечно, мне всякого сомнения. Касаемо его соперника, Марка Антонио Сантаны, 30-летний боец, 10 побед, 4 поражения. Вот у него как раз чёрный пояс по Луте Ливре. В начале репортажа я упоминал о этом виде спорта. Ну, такой религий, если хотите, по-хорошему. С достижениями на серьёзном мировом уровне пока ещё довольно вяло, но при этом, ну, это крепкий боец, крепкий, хороший боец. Сюда кого попал-то не приглашали, и ждать, что будет победа лёгкая, но весьма надеянно. Обратите внимание, насколько быстрый. Хорошие ноги, надо быть чуть-чуть повнимательнее. Ну, на руках-то, на руках-то, вряд ли, кто сравнится с российским бойцом здесь, где я прямо не могу. Захлёсты, просто положительные эмоции. Нет, в технике руками, только я сам думал сказать эту фразу, бразилиц проигрывает. И проиграет наверняка, если будет продолжать в том же духе. И пока я всё это про себя думал, Шельбенко просто ударил. Один раз попал, и вполне хватило. Ну, срубило, а как? Здесь по-другому и назвать нельзя. Небольшое разочарование, честно говоря, сейчас меня посещает. Я от бразильцев ждал чуть более вменяемого, что ли, представления. И по разгроме 5.0 могло только помечтаться. Так что, в общем-то, очень спор. Или бразильское дюдзюцу, или российское самбо. Ну, он очень двоякий, он всегда, как было, так и останется. Но в этом конкретном случае самбо-70, как школа, и самбо, как единоборство, оказывается сильнее бразильского дюдзюцу по всем статьям. И Александра Шельменко мы поздравляем с очень убедительной победой.